Привет, дорогие друзья! Репортаж из деревни. Собрался перевозить я дом с точки А в точку Б. Чтобы это сделать, нужно наморозить дорогу. Я там дороги нет. Километров 17 было место. Может поменьше немножко. Сейчас приедем. Нанимаю трактор. Д-150 будет озер. Будем морозить дорогу. Впоследствии будем разбирать. Мы уже крышу дома сняли. Разбирать дом. Буду заказывать манипулятор. И будем перевозить дом. Фундамент я уже залил летом. Как-то так. Буду включаться. Смотрите. Так, дорогие мои друзья. Вот этот дом буду перевозить. Так вот мы очистили здесь все. Т-150, чтобы подъехал манипулятор для погрузки. Завтра мы едем. Разбираем крышу. Печку ломаем. Пол, потолок. Ну, еще дня два поработаем. И дом будет к разборке готов. Какие дела, ребят? Трактор гребет очень хорошо. Подъезд делали с этой стороны, чтобы машина могла подъехать. Минус 30 на термометре. Сегодня пойдем разбирать дом. Посмотрим, как у меня собачка. Выпустим. Пусть побегает, согреется. Сено сейчас ей напихаю. В конуру. Ханк, иди побегай. Иди, пес, побегай. Давай, давай, погрейся, погрейся. Давай, давай. Молодец, молодец. Побегай, побегай, побегай. Ладно, будем собираться. Сейчас Олег приедет. Поедем на его машине. Мне дизель греть надо. Греть, догреть. Быстрее на бензинке скатаемся. Вчера сделали дорогу, прогридировали. Я думаю, что две ночи обещают, по тридцать должно промерзнуть. Не буду заводить. Две ночи по тридцатничку обещают. Там дорога, в принципе, неплохая, но есть одна низина. Побуксовал вчера на до 150-ом немножко. Поднавалили снегу, вроде как, должно промерзнуть. Посмотрим. Разбирали дом, ребят. Скинули стропильню. Сейчас будем разбирать потолок. Ну, стропильню тоже разберем, ложим. Будем разбирать потолок. Впихнули трубу. Нет. Что-то я это сама не снял. Надо было снять. Интересно, она нападала. Труба высокая была. В эту сторону мы ее толкнули. Влетела. Работа еще, мужики. Не знаю, планирую, что машина возьмет бревно со стены. Внутри бревна будет брать машина, а четвертая она будет подкатывать дальней. Олег приехал в тонких штанах. Юбку себе сделал, с кофты и сутает. Складываю бревнышки со стропильней. Сейчас зайду вовнутрь. Брецо тоже придется разбирать. Бревна идут на проход. Надо будет разбирать. Но едва бревна запрели. И потом они будут срезать и наращивать, наверное. И здесь надо тоже в углах-то запрели бревна. Тут вроде все нормально. Сейчас сдернем потолок. Доска. Подшита хорошая доска, а сам потолок, по-видимому, пропускал. И все, он запрел. Сам потолок брать не будем. Возьмем подшивочную доску, обрезной, типа вагонки. Но она с одной стороны. А с другой она не рубанин. Переводы на потолке нормальные. Я покрыл, потыкал, где все хорошо. На, смотри, конечно. Сейчас залезем, посмотрим. Не, переводы вроде бы ничего не сотрели. Не, переводы хорошие слова будут. Я же подниму потолок, посмотрим. И насыпается прям вообще капитально. И он оба поднимать сверху. Сначала даже на пол придется убрать, потом уже и потолок. Просто полетел вниз. Вот такие я делаю, ребятки. Такие я делаю. Немножко перекусим, чайку вопьем. Продолжим. Верхний ряд весь под замену. Переводы тоже под замену. Все сгниваем. Когда дом стоял, собранный. Казалось, что все целое. Начали разбирать и вон что. Верхний ряд, где два надо будет менять. Переводы прогнили. Вот в этом месте проходные были. Насквозь прогнили они вот там с уличной стороны. Глазовер сую, протыкаю насквозь. Эти переводы будем по-другому как-то делать. Придумываю что-то. Ремонту они не подлежат уже. Хотя бревна хорошие. Ах, как досадно-то. Здесь тоже все вон. Единственное, верхнее бревно вот это. Как оно называется? Черепное. Одно хорошее. Здесь на два бревна. Здесь на два бревна. Здесь на два бревна. Низ. Первый ряд брать не буду. Второй ряд. В этом месте немножко может даже срубиться. Срубится. Ну посмотрим. Вот еще так. Кушок выпили, чашку сделаем. Уставим. Здесь вот тоже. Здесь я гниль вырубил. Подполье и будет. Гниль вырубил. Уже пошло нормально. Целое бревно. Смотрите, проходные бревна, они все гнильые. Генела, ребят, немножко обидно. Что делать? Дом достался за 30 тысяч рублей. Плюс перевозки, ну, данный день выйдет 60-70, наверное, сруб. Надо делать, ну, сруб в сотку. Сотку, наверное, обойдется мне. Семь на семь. Сруб 7 на семь в сотку обойдется. Такие вот работы производим. Завел, друзья, свой старенький дизель. Туговато он сегодня у меня заводился. Сегодня опустилась до 14. А тут что, 30-ник было, две ночи. Промерзла машина. Она вся изнутри даже закуржевела. Но завелась со второго раза без подогрева, без ничего. Ну, со второго раза не запущу, так буду тепловой пушкой греть. А еще стоит подогреватель. Ну, просто... Просто кипятильник, грубо говоря, на антифриз. Ну, от него толку мало. Так, завел машину. Сейчас поеду договориться с лесовозом, чтобы завтра вывозить дом. Еще вы, конечно, дорогу съездите, посмотрите. Сегодня еще вечером трактор буду заводить. Трактор тоже с лета стоит, наверное, солярка еще летняя. Ничего-то там в баке не должно ее много быть. Я добавлю зимний. Потому что ТНД-шка может перехватить. Ну, я погрею тоже газовой пушкой. Прогрею тракторок. Думаю, запущу. Завтра обещают минус 4. Поэтому ехать надо сразу, как бы, и на тракторе, и на фишке. Чтобы там подкладки привезти, выложить все. Не на землю валить бревна, а на прокладки. Попробую сегодня трактор завести. Не знаю, что он нам скажет. Зимой я его, ребят, никогда не заводил. Даже не пробовал. Теперь я эти терки у меня собака растряпала. Попробуем завести. Если он бедолага в снегу, надо чем-то на капот накидывать. Полаз хоть старый какой-нибудь. Нету чехла. У кого может лишний ездик, поделитесь. Шучу. Ничего не выпрашиваю никогда. Так. Мы будем сегодня заводить. Весь его прогреем. ТНД-шку прогреем. Все тоже окуржевел. Попробуем запустить масло. В поддоне погреем. Сам блок. Аккуратненько. Шланги не повредить. Ну и... Надо будет пробовать. Машина разогрелась. Поеду. Поговорю насчет техники. Пока стоят холода, морозы. Надо пробиться. Там, когда грядировали, дорогу есть. Одна низина, нажимина такая. И в ней. За нее переживаю, волнуюсь. Потому что Т-150 провалился. Ну, снега напихал. Потом уже проехал нормально. Разбираем дом, ребята. Сейчас вот это, да? Опа. В машину! В машину! Нормально? Выкинули два с половиной ряда. Выкинули два с половиной ряда. И внизу, наверное, она бревно. Я думаю, одно выкинется. Тут вот еще запарина. Тут запарина еще. Досадная она. Так вот, брать это бревно. Втроем мы. Ладно, ребят. Никогда работаю. Извините. Процесс идет, друзья, товарищи. Дом наполовину разобран. Все-таки машина, это круто. При разборке дома. Машина при разборке дома, это круто. Выкинули, что мы? Сверху выкинули шесть бревен. Переводы, наверное, выкинем все. И снизу, наверное, мне кажется, одно бревно. Ну, посмотрим, поднимет дай. Может, и больше. Какие дела, ребят? Устал. Уже устал. Дом поехал. Весь дом вошел в машину. Остались только вот несколько сутунков. Сейчас водитель завяжет. И выбросили мы. Что получается? Сейчас скажу, сколько выбросили. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять верхних бревен выкинули. Ну, что делать? Дорубим. Нижнее там запревшее одно бревно, но оно подрубится. Нормально будет. Это мы выкинули. Так вот, дом разобрали. Забирать еще шпалу будем. Шпалу, доски. Под домом шпалы хорошие. Вон, Сашка, наложил косяков. Ну, и доски потолочные тоже заберем. Пригодятся куда-нибудь. Я, конечно, не такой потолок буду делать, но все равно может понадобится потолочная доска. На удивление, дом быстро разобрался. Очень быстро. За три часа практически два с половиной. Дом разобран. Все, еще на тракторе. На тракторе еще рейсов пять сделать. Вот, все. Ничтяк. Кровать еще тут. Уже на трактор ее забрать надо. Резная. Напомню вам, ребят, что дом обошелся мне в тридцать тысяч рублей. Плюс перевозка, дорога. Зубила еще тут валяется. Тумблер старый, советский. Хорошие, кстати, тумблера. Я вам трактор ставил, покупал новые. Горят. Советские хорошие тумблера. Уберем. Артефакт. Артефакт, ребята. Вот так вот. Еще много чего выбирать можно. Эти бревна мы спилили. Они потому что запрели. Вон они запревшие. И эти тоже. Верхнее бревно, оно вообще сгнило. И эти тоже спилили. Вон они. Уже подопрели. Может быть, эти-то еще посмотрим, пильнем. Может, заберем эти бревна. Будет видно. Еще лесу можно набрать. Ладно, ребят, выключаюсь. Лесовоз поехал. Дай бог, чтобы там в болоте он проскочил. Господи, помоги. Так, ребят, запустили трактор Т-40. Сейчас покажу температуру температура минус 10 на градусинке. Предварительно погрели пушкой поддон. Поддон греешь. С одной стороны закрыли половиком. И, в общем, движок сразу начинает все оттаивать, отходить. Наверное, полчаса погрели. Погрели немножко коробку. Коробку пока я не буду дергать. Пусть трактор постоит, погреется. Единственное, пускач. На пускаче у меня улитка замерзла. Видимо, вода попадала. Надо его закрывать. Попадала вода. Пришлось разбирать улитку и убирать из нее лед. Выехал, ребят, на тракторе. Полет нормальный. Снега. Трактор идет не чувствует. Приезжаем, ребят. Будем перевозить доски, шпалы всякую требуху. Фу, ребят, устал. Встал я в этой канаве, короче, на тракторе. Че он без цепей. Нахера не тянет. Пришлось побуксовать. Разгрузились. Телегу никак я выдернуть не мог за сками. Пришлось разгрузиться. Половину увез первой ходкой. За второй половиной приехал сейчас. Тут такой подъем. И нету бортовок. Или мордовок, как их называют. На задних колесах. Были бы цепи, никаких проблем вообще не было. Трактор бы выскочил. А так он зашлифовал здесь. И все еще вот на этой. Телега уперлась вот в это. В этот валун. И здесь я встал. И не туда, и не сюда. В общем, такие дела, парни. Сейчас загружаю. Вот уже осталось. Буквально досок действительно. Темнеть начинает. Сегодня хотели две ходки сделать. Получится только одна. Еще дня на два работы. Доска вся сосновая. Тяжелая прям вообще. Очень тяжелая доска. Но зато широкая. И при желании в дальнейшем планирую делать пилораму небольшую. Но это даже на циркулярке можно обрезной ее взливать. Все. Пилорам. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...